Второй день, я думаю, что здесь происходит, но очень мало людей нет, но очень приятные здесь люди, и это не очень нравится. Они улыбаются, я думаю, что ваш листикат будет очень хорошо. Я просто, если вам это сложно, по несколько слов о себе, у нас много, чтобы вы как-то, ну не просто я вам несла информацию, а чтобы мы немножечко пообщались, если можно. Меня зовут Людмила Помечай, я член Конгресса активистов культуры, это организация, которую мы начали в 2014 году, после Майдана, и мы занимаемся адвокацией культуры в разных сферах, в разных культурных сферах, как я так сказала. Больше расскажу попозже, и вот именно на этот фестиваль, я думаю, что вы попали потому, что мы именно занимаемся гражданским обществом и работаем именно с ними. Если можно, несколько слов. Меня зовут Виктория Побейхина, я свидетельство «Синяя штука», один из организаторов. Я занимаюсь скорее темой прав человека и пытаюсь продвигать эту тему через разные боковые заходы в это. То есть делать сложные темы более доступными через использование более современных технологий и методик, согласно тому, что просит мир, который не нравится. Меня зовут Виктория Побейхина, я занимаюсь анимацией и фокус. Моё внимание, интерес — это решение социальных проблем средствами анимации. Меня зовут Света, я из ГИОТЭ-института, то есть это как, скажем так, я не знаю, что главный организатор, да. Но я больше занимаюсь финансовой стороной, ну, естественно, в курсе событий, которые в Умре, в общем-то, происходит. Там Дана ещё сидит, но на адресе. Меня зовут Дана, я из Киева, я иллюстратор. Меня зовут Аня, я один из организаторов проекта из Москвы, из ГИОТЭ-института. Меня зовут Семён, я из Сочи, занимаюсь продолжающим деятельностью организуемые проекты, институты. Ну, мне просто интересно возникнуть новые пути для того, чтобы сообщать людям о том, точнее движения, чтобы у тебя подписать и поддерживать. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аня, я из Украины, из Монинской области. Мы сейчас в Монгопе, работаем в институте кино. Это программа, институт кинофазов, комбинатор кино. Ну, сейчас работаем в ней, продюсер, начинающих визу на сегодня. Спасибо. Мы на несколько слов, если можно, мы просто ознакомимся. Меня зовут Викола Моска, я из Москвы, занимаюсь социальной графикой как художника, иногда как курант. Спасибо. Я просто несколько слов о себе расскажу, чтобы вы понимали, почему я буду говорить больше о искусстве. Я как бы художник и преподаватель. У меня, как бы мой программ, это преподавание в нескольких вузах, где я преподаю художественные дисциплины, но моя главная всегда деятельность, как сказано, не с той, не с преподавательской деятельностью, а с той, которую я делаю после уроков, так сказать. Еще в 2010 году я переехала из небольшого города Тернополь, я переехала в Киев. По друзьям мы организовали первое наше художественное пространство, оно называлось «Мы стать Киевом 365». Это означало, что целый год мы открыты для того, чтобы показывать, транслировать молодых начинающих художников. Наша идея была главной – делать первые персональные выставки для молодых художников, которые еще учатся и только заканчивают свои академии и вузы, для того, чтобы им дать первую галочку в их себе, чтобы они уже верили в себя и понимали, что это возможно. Мы это делали на таких меценатских условиях, то, что мы могли предложить, мы предлагали галерейное пространство в центре города, мы делали им презентации, выставки. Самое главное было в этом все, чтобы представлять художника вместе с другими дисциплинами, чтобы они начинали конварировать между собой. И у нас всегда наши все, как бы, события, они, извините, немножечко приторможивают, потому что на русском мне очень сложно быстро говорить. Мы делали все очень радостно, просто надо же помедлить. Очень быстро, хорошо. Просто если я буду замолкать, пожалуйста, помогайте мне, если можете. Я немножечко вам в таких двух словах как бы об этом расскажу, что именно мы делали. То есть у нас была, например, любая наша выставка, она всегда сопровождалась каким-то, например, если это была графика на конкретную какую-то тему, мы всегда думали об этом вместе с нашими представителями, которые уже, как бы, не представителями, это участники нашего пространства. Они, как бы, были неофициальные, но они все, как бы, очень интересовались друг другом, и мы всегда делали большие мероприятия для того, чтобы они объединялись в какие-то коллаборации. Вот музыканты, например, делали квартирники, потому что наши галереи всегда были в жилых домах, нам нельзя было чего-то громкого, поэтому квартирники у нас были очень такие тихие. И, например, если у нас была какая-то, какая-то очень сложная тема, которую можно было показать через перформанс, у нас была всегда театральная группа, которая сопровождающаяся с нами, работала в нашем же пространстве. Они, как бы, всегда, как бы, работали с художниками для того, чтобы сделать это все интерактивно. И по результатам, то, что мы, как бы, это два с половиной года прошло, мы смотрели на то, кем стали те, ну, как бы, мы мониторим, что делают дальше те художники, которые с нами были в этом пространстве. В 2012 году мы уже, как бы, закрыли, ну, второе наше помещение, оно уже было побольше, там, 300 квадратных метров, но ребята начали работать вместе. Самое главное – это фильм, который снял наш друг режиссер, у них поработал наш художник, ну, художник, который у нас выставлялся. И, как бы, это все вместе, как бы, ну, наши, такие, ну, бэкграунд нашли. То есть мы сделали вот такое, такое вот дело, чтобы мы перезнакомили людей очень много. Когда мы закрылись, очень много было таких словных писем, как бы, не нам, а тем, кто в этом виновен. На самом деле, то пространство, которое было в 2010 году, очень актуально. На сегодня в Киеве уже, как бы, таких миллион, их много, это очень классно. Просто немножечко более раньше, чем это стало, как бы, трендом. И поэтому я очень рада, что такое происходит дальше в Киеве. И сейчас нас, как бы, спокойно на душе, потому что есть кому этим заниматься дальше. Вот в 2012 году мы, когда закрыли, ну, как бы, в процессе еще этого, этих всех наших активностей, у нас произошел один такой проект, который случился из-за двух девушек из Одессы. Они приехали к нам для того, чтобы сделать проект, который назывался «Я люблю тебя, Энди Воргл». И это была просто серия работ. Мы подумали, что это мало, просто серия работ показывают, это же такая личность. Нужно что-то сделать побольше. Мы сделали целый зал-фабрику, мы сделали серебряное пространство. То есть мы обтянули 600 градных метров, 4 метра высотой дорога, такое помещение, мы обтянули фольгой. И сделали из него фабрику, куда люди приходили, могли снимать там фото, видео, могли просто там рисовать. И все такие результаты, которые мы оставляли, мы оставляли там для того, чтобы можно было смотреть. Это длилось месяц. И за этот месяц там родился один фильм короткометражный. И, как бы, после этого ко мне обратилась одна драматург, девочка, которая только закончила свою магистратуру в Москве. И она приехала, такая вся вдохновенная, говорит, я хочу вот такую сценографию к своему спектаклю. Я говорю, но я этим никогда не занималась, извини, я как бы ничего не понимаю. Я тебе дам почитать, но ты, пожалуйста, можешь мне сделать. И таким образом, как бы, я попала еще в театральную среду. На сегодня поработала там в молодом Киевском театре. То есть я просто художник, я просто делала вот то, что мне нравилось. Но ей понравилась сама вот эта идея. И сейчас она, как бы, такой мой вдохновитель, который в эту область меня привела. И я ей, в принципе, очень благодарна, потому что это еще один инструмент, с которым я могла идти, как бы, и помогать делать какие-то активности. После, когда мы закрыли нашу галерею, у нас была еще идея сделать просто виртуальные туры, делать виртуальные туры и оставлять их просто в интернете. Но мы поняли, что на самом деле картинка, она не… это не то. То есть на самом деле самое главное, что было таким, как бы, выводом из нашего вот этого пространства, это было то, что люди, когда они вместе могут друг друга поддержать, они становятся большой семьей, и они могут не испытывать дискомфорта в этой среде, которая их окружает. И поэтому мы начали, ну, как бы, время от времени просто встречаться с людьми. Виртуальные вот эти все штуки мы отложили, и просто время от времени мы встречались для того, чтобы что-то ввести, ну, просто отговаривать или что-то делать. Мы сняли небольшой короткометражный фильм, который отправили на фестивали, там, каким-то маленьким бюджетом, каких-то там… Ну, в то время там было, там, сто двадцать, по-моему, долларов, это стоило все, все вместе, потому что все все умеют, есть техника, все есть, только нужно собраться, должна быть идея. И мы, как бы, целый месяц работали над тем, что мальчик один начал заниматься виртуальной, как бы, дедографикой. Сегодня он уже делает свои сайты с этими всеми анимационными штуками. И вот, как бы, все то, что мы делали, очень хотелось бы, чтобы оно не было, ну, просто, как бы, посмотреть на картинку, а чтобы то, что мы вместе делали, как бы, какую-то ответственность на тебя накладывается то, чтобы ты приучил тех или иных людей, и ты должен продолжать. Все время у нас, как бы, ну, улыбчивые люди, это значит, что все, как бы, вдохновляли друг друга. Это очень, очень было приятно и классное время. До сих пор я еще, как бы, горю этой идеей открыть новое какое-то, похожее пространство. Но пока что у нас, как бы, образовалась новая идея, новая компания людей, совсем-совсем другие люди. И, как оказалось, кроме того, тех людей, которые у нас уже собрались в нашем мастерском просторе, есть еще много очень крутых людей, которые тоже думают, как ты. И наша новая компания людей, это, ну, не могу сказать, что все там три или четыре тысячи людей, которые вас знают, это наша компания, которой мы постоянно, с которой мы контактируем, но мы всегда на связи. Я немножечко расскажу о самой организации, для того, чтобы понимали, о чем я говорю те, кто не знает, кто понимает это. Я не знаю, я не слушаю тебя. Сейчас. Так, вот, небольшая такая презентация. У нас есть организация, которая началась из этого, как бы, Майдана. Это не самое лучшее, не самое плохое, что случилось у нас за последние несколько лет. Я бы сказала, что это стало таким большим... Что-то поварить на ногу. Ну, да, он стал таким, как бы, взрывом, который помог активизировать все, что спало давно у людей где-то там глубоко в мозгу. Очень много, очень много крутых, очень много талантливых. И такая интеллектуальная элита просто поднялась и начала что-то делать, не только в своих кабинетах и не только за деньги. Они просто пришли и начали делать какие-то изменения. И очень сложно, конечно, бороться с большой такой государственной машиной, но на сегодня уже существуют такие, как бы, результаты. Мы видим, что результаты есть, и, как бы, мы понимаем, что не зря. Очень плохо, что из этого началась война. Но все общество, которое сейчас... Я не говорю, что это 100%, 20%. Это такая очень хорошая цифра. 20% общество понимает, куда мы идем и что мы делаем. И наша идея была еще в 2014 году, в мае, мы уже подумали... Ну, не в мае подумали. Мы начали думать об этом еще в марте для того, чтобы... Ну, чтобы мы не можем поехать в каждый город и что-то там рассказать, и кому-то что-то нести. Нужно позвать. Нужно позвать людей для того, чтобы кто, кому интересно, кто хочет, как бы, приобщился. И наша была идея такая, позвать всех культурных марчеров, которые сами по себе, самоорганизованно, либо в каких-то структурах, в каких-то организациях делают свои проекты и показывают друг другу, что это возможно. Знают они друг друга, ну, вообще они друг друга не знают, потому что Украина большая, и они могут в своих городах так локально что-то делать, а в как бы, как бы, незнакомые между собой и даже порой не знают, что случается что-то похожее, либо можно чем-то поддержать, либо что-то взять, как бы, чтобы не делать те же самые ошибки. Для того, чтобы всех объединить и сделать для них такое поле для общения, мы сделали наш первый конгресс активистов культуры, который провели в мае 2014 года, и на это, как бы, у нас ушло, ну, наверное, так, ресурсов у нас 10 человек, которые это организовывали, но у нас были, как бы, партнеры, которые поддержали помещением, техникой и так далее, то есть, из разных, как бы, из мира по нитке мы сделали это прекрасное, я считаю, что это было прекрасное мероприятие, потому что 200 человек из всей Украины, то есть, из всех регионов Украины приехали, и они дискутировали, они не просто рассказывали о том, что они делают, они решали свои, как бы, вопросы, они слушали наших спикеров, которые тоже, как бы, услышали то, что мы делаем, приехали, например, из Латвии приехала экс-министр культуры Жаната, это, у нас приехал Витек Хабановский, я думаю, что вы знаете, он здесь, это Транскавказье организовывает фестиваль в Грузии, к нам приехал, каким-то образом попал к нам какой-то профессор социологии из штатов, который просто пришел на это мероприятие, потому что где-то услышал, и некоторые люди, которые были на тот момент уже в Украине, просто приехали посмотреть на это все, они просто пришли туда для того, чтобы посмотреть, что эти люди могут решить вместе. На самом деле, у нас была такая идея, чтобы позвать туда представителей власти, но власть, она такая у нас, как бы, не очень активная, на тот момент была вся такая перепуганная, и пришли только как бы замы, пришли все-таки, и все это случилось, как бы, таким очень натуральным образом, то есть люди пообщались между собой, познакомились, и начали коллаборировать дальше в своих проектах, и сейчас, если у нас происходит какой-то в Украине форум, то на форуме всегда представители, ну, почти те же, так, то есть много новых, но все те же лица, то есть куда-то и не приехал, ты опять видишь, ну, как минимум 50% людей, которых ты уже видел на предыдущем мероприятии, потому что они, и это очень разно, потому что они не отпали, не отсыпались, они не передумали, то есть они все-таки дальше начинают, когда начинают, они продолжают активно действовать. Вот после, ну, как бы не после, это в процессе вот Майдана, когда было уже, ну, понятно, что никаким образом больше там, невозможно дождаться, как бы, мирных каких-то изменений, деятели культуры пришли и оккупировали именно культ. Ну, они были очень уже, там, с поддержкой самообороны Майдана и так далее, то есть оккупировали очень просто, не дали зайти на работу работниками культа. Просто не дали зайти. И несколько дней были переговоры, на этих переговорах как бы договорились до того, что Министерство культуры даст нам подвал, вот там подвал, это как бы столовая такая подвал, такая большая комната, где мы сможем, как бы, собираться и работать. Что значит работать? Каждому из участников вот этой, как бы, эти деятели культуры, которые, ну, понимали, что просто стоять, просто ничего не просить, ничего, ни на что не претендовать, просто мирно стоять и красиво петь и танцевать, как бы, ничего не даст. И поэтому, как бы, нужно какие-то конкретные решения, которые бы вы хотели, чтобы приняло государство, нужно им выставить. И для того, чтобы их выставить, нужно, как бы, собраться и решить, что же вы хотите. И начали собраться тоже из разных, как бы, сфер искусства и дизайн, и архитектура. Все вместе, когда собрались, они начали говорить о том, как бы хотели, чтобы реорганизовать вот эту структуру, которая, в принципе, не работает, она ничего не дает. Она, как бы, есть, как такая, ну, я не знаю, я бы называла это бабушка. Бабушка, которая говорит, шапочку одень, поешь, пожалуйста, приди в десять ночи, чтобы я не переживала. Все. То есть, есть какой-то там план действий, потом, пожалуйста, отчет. Возможно, на это кто-то выделит денежку, а возможно, и ты делай. Вот я просто знаю о том, как это все работает, потому что моя мама была на интернете дома культуры, и я знаю, как это, то есть все мое детство, я видела эти пучи бумажек, которые она просто писала, а делала вот совсем другое то, что было актуально на тот момент. И с того времени, наверное, у меня этот активизм где-то, ну, как бы, я его насмотрелась. И вот в этом, как бы, такой коллаборации очень много многих мыслителей, я бы назвала, начались самое-самое-самое страшное, когда непонимание. Вот непонимание. Люди уже собрались, отдают свое время, они приходят после своей работы, по 3-4 часа в день. Они работают в Министерстве культуры практически, да, но никакому решению прийти не могут из-за того, что кто-то не согласен. Кто-то не согласен, а знаете, это просто на самом деле очень весело, когда заседают вот деятели культуры, кто-то один встает на какую-то там фразу или мысль, которая ему не нравится, говорит, я вам сейчас пойду. Ну, то есть, это такая акция протеста уже посередине тех активистов, которые назвали себя Ассамблея деятелей культуры. И такие же, как бы, региональные представительства тоже открыли с разных городах. Но они все-таки очень много засиделись на обговаривании. Мы захотели что-то сделать, какой-то проект. И именно вот тогда, именно тогда вот мы решили, что нужно собирать людей и говорить с людьми. Просто, там, 50 человек не решают за всю страну, поэтому нам нужно всех позвать и всех попросить высказаться, сказать свое мнение. И в результате этого конгресса у нас, как бы, мы сделали такой, это немножечко о том, как бы, предыстория. То есть, мы выбрали эту прекрасную фразу. На тот момент она была очень актуальна, сейчас она уже очень затерта и все используют. Вот так, то есть, ты делай то, что, такое изменение, которое бы ты хотел быть, будь тем изменением, которым бы ты хотел видеть вокруг себя. И, в принципе, это и было самым главным, как бы, призывом для всех деятелей культуры. Если ты можешь что-то делать или в чем-то талантливый, пожалуйста, поддерживай эту идею, поддерживай. Делай что-то важное. Вот я всегда, ну, не всегда, как мы начали, истандварн, вообще. То есть, такие, как бы, люди, которые занимаются адвокацией культуры, и самая главная у них такая теза – это культура – это важно. Я всегда говорю, что культура – это важно. Очень страшно, что не важно. Это просто фраза для людей, которые решают государственные дела. И для того, чтобы она стала важной, мы должны сделать, делать такие проекты, и так реализовывать эти культурные проекты, чтобы она действительно решала какие-то проблемы, в которых будет видно, что она их решает. Конечно, это очень длинная перспектива. Она не может сегодня случиться, завтра результата не будет. В культуру нужно откладывать такую долгосрочную инвестицию и ресурсов, и идей, и так далее. Это очень не сразу должно случиться. Например, если мы начали говорить о этом культурном активизме, начали говорить два года назад, то только сейчас уже понятно, что нас слушают, даже министерство нас зовет, говорит, да, вы гражданский сектор, скажите, что делать, потому что мы не все можем. Вы как бы действуете, то есть вы гражданский сектор, вы действуете в рамках закона, а мы представители государства, мы действуем только по уставу. То есть это большое, наши большие возможности, очень маленькие как бы, возможности как бы делать то, что хочется в середине этого аппарата. Поэтому вот всех, вот мы призывали разными способами разных деятелей культуры, это и МИМ, и художники, которые как бы образовали такую компанию, которая у нас сейчас наша команда тут. То есть у нас есть представители дизайна, художник, я художник, девочка у нас МИМ есть, занимается современным театром, есть у нас представители кино, представители образования, и мы как бы все вместе, то, что мы умеем, мы как бы делимся как бы самым инструментом, как реализовывать то или иное в своих проектах. В нашей компании присоединилась, ну, у нас есть два иностранца, это Дэви Дэвис, которая, она финансист из Нью-Йорка, финансист, которая занималась как бы, ну, не поддержанием, как бы она консультировала художников и деятельной культуры тоже. То есть она человек, который очень приближенно к культуре, она финансист, она приехала в Украину еще во время, первый раз во время Майдана, потом она приехала на наш конгресс, и она стала нашим членом, она как бы нам разрабатывает, ну, то, чего у нас людей творческих очень мало понятия, разрабатывает, как это все должно быть юридически правильно, финансово правильно и так далее. Но она, кроме того, что мы членом нашей организации, она открыла небольшую галерею, небольшую галерею в Берлине, которую назвала, что это представительство конгресса в Берлине, и сейчас у нее там происходят как бы выставки, она там сейчас как бы не особо активна, потому что похожее такое, как бы, пространство она открывает в Нью-Йорке. И оба эти пространства как бы несут ту же идею, которую несет сам конгресс. То есть это место коммуникации, это не просто выставочные залы, это место для коммуникации, для работы с контекстом, в котором они открываются. И Арноль Эмье тоже финансист, фотограф, финансист и фотограф, скажем так. Он каждый раз приезжает, поддерживает наши проекты, и самое главное, что он сделал, он сделал сейчас сайт для продвижения украинской музыки. Сделал сайт, на котором он выкладывает как бы портфолио наших музыкантов с видео для того, чтобы предлагать концерты в Европе. И он как бы этот сайт развивает, он же сразу по-бизнесовому подходит, он хочет именно вот это развивать. И все остальные у нас, конечно, художники. представители творческой среды. Кстати, к нам тоже присоединились урбанисты и архитекторы, поэтому в нашем направлении есть тоже и урбанистические проекты. Поэтому мы работаем как бы с разработкой брендов тех или иных небольших городов. У нас такой как бы проект, потому что в больших и средних городах всегда находятся какие-то активности, в маленьких городах всегда остается такой уровень такой, было так 10-15 лет назад, потому что это никому не интересно. Смотря на опыт Европы, мы понимаем, что в этих самых маленьких местах очень легко развить так называемое «логие места». То есть как бы наши органисты работают над этим. Саша у нас занимается как бы разработкой проектов для таких постинклюзиальных районов. И именно она работает над тем, чтобы его как-то можно было вводить в сферу архитектурной памяти. Это каждый раз, когда у нас случается наш конгресс. Это уже в 2016 году. У нас работают наши любимые фотографы, которые делают такую стену почета и славы с нашими участниками. Это, кстати, вот то, что мы самое главное всегда говорим, что в проектах, которые касаются искусства и культуры, всегда провисает этот пиар-момент, когда мы очень делаем классные вещи, у нас есть на этом искусство, мы знаем как, мы делаем это очень как бы качественно, но потом мы очень небольшую как бы аудиторию к этому привлекаем. Нам очень сложно подумать о том, что люди, которые не увидели, могут вдохновиться тем, что вы уже сделали. Понятно, что если вы занимаетесь кино и анимацией, у вас это проще. У вас всегда есть такой результат, который вы можете просто шарить. Когда вы делаете проект, на котором только что происходил диалог, в котором есть какие-то наработки, там работали художники, они что-то делали. Это все, даже если оно есть за документацией этого всего, не всегда потом тратится время, нужно потратить много времени для того, чтобы это качественно показать. Мы еще разработали на первом конфессе такой манифест, где мы говорили о том, что у нас есть все возможности, у нас есть желание изменять нашу страну, потому что она должна быть прозрачной, все равно не должно быть доступно, доступно культурным и социальным уровням жизни. Должно быть все в этом смысле нормально, и культурными проектами мы это можем сделать. То есть культура для нас – это главный инструмент, который мы предлагаем для того, чтобы через этот инструмент изменять уровень жизни. На наших проектах, каждый раз на нашем конгрессе мы рассматриваем разные темы. Когда мы первый конгресс наш организовывали, на то время у нас было три темы самых главных – это публичное пространство, самоорганизация и новые медиа, то есть альтернативные медиа, потому что на то время у нас там появилась громадская эспрессо, киви, но у нас не было возможности как бы сделать такого культурного канала, об этом говорили, потому что как бы что у нас показывают всегда? Показывают то, что очень трогательно, то, что очень надо, чтобы люди потом смотреть на рекламу, а то, что на самом деле очень важно – показывают ночью, либо совсем не показывают. Поэтому об этом была одна дискуссия, другая дискуссия была о том, как люди в разных городах, это была самая большая такая панель, где у нас было где-то 100 человек, разговаривали об этом, со всей Украины приехали и рассказывали, как они действуют в своих городах. И публичное пространство. На то время уже работал очень хорошо городской совет во Львове, оттуда приехала женщина, которая представляла культуру, и она уже рассказывала, что во Львове делают на то время, и как бы говорили больше такую теоретическую часть того, что происходит в мире, и как это можно наконец-то реализовывать в Украине. Сейчас в Украине очень много организаций, которые занимаются именно урбанистической средой, есть проекты, которые сначала обучают, как бы делают такие мониторинги, обучают, а потом подают мини-гранты для того, чтобы реализовывать некоторые проекты, и как бы очень активное движение развивается. На то время его еще как бы только были такие маленькие заводы, поэтому это было актуально, об этом говорили. На следующий год мы говорили уже о новых культуральных темах, мы провели две школы активизма для менеджеров культуры, потому что мы решили, что самое главное, чего не хватает в Украине, это качественного менеджмента, потому что мы очень так хаотично находим какие-то проблемки, очень резко их решаем, есть какие-то ресурсы, нет ресурсов, делаем хуже мероприятие, либо как получилось и так далее, то есть это все, оно такое как на рынке. Нам очень бы хотелось, чтобы этот рынок прирос в такую какую-то институцию, в которой будут работать кроме художников, которые возможно не хотят это делать. Я знаю, что много очень, я например два года борюсь с собой, но я уже учусь, я учусь очень, мне нравится то, что обучение происходит так спонтанно, я учусь менеджменту, я учусь тому, как организовывать то, что мне раньше казалось должно быть как художественный акт. Но сегодня я думаю, я уже знаю, что это не так, и много очень благодарных менеджеров, которые поучились и поездили с нами в школы, которые продолжают учиться на очень крутых программах, которые есть сейчас в Киеве, очень много альтернативных вот этих школ, которые как бы предлагают именно на проекте, в процессе реализации, в процессе разработки и реализации проекта научиться. И это очень классно, потому что проекты стали на самом деле, ну такие, знаете, взрослые, я бы так назвала, они взрослые. Раньше это было такое вспышки, а сейчас это уже взрослые, хорошие проекты. Вот на втором, как бы до второго этапа, до второго нашего, всеукраинского, даже международного, я могу назвать, потому что всегда у нас приезжают сочувствующие коллеги и из Eastern Partnership, и с Европой, и, ну, уже для меня могу сказать, из Штатов, всегда так говорят, если там откуда-то приехали. И это новые проблемы, которые начали, как бы, наконец-то у нас о них говорить. Это креативные индустрии, которые, как бы, это уже очень хорошая адвокация творчества, очень хорошая адвокация, потому что она еще и приносит потом налоги государству. Это уже можно как бы рассматривать как очень хороший прецедент для того, чтобы культура была важна. Туда, как бы, к нам, кроме креативных людей, присоединяются финансисты, потому что они тоже думают, что это выгодная вещь, они понимают, что так лучше. И вот мы начали об этом говорить. На сегодня, опять-таки, много проектов развиваются некоторые. Все-таки пока, как бы, в процессе усовершенствования, да. Но очень хорошие праздники немножечко позже расскажу. по театромисту Ивана Конфорсту, если кто-то слышал. Они, кстати, здесь проходили в этом фестивале, в Белисе, даже в этом месте. И был вот этот человек, который как раз… Это Юрий Люк, он очень хорошо работает по этому пиару, да. Он очень хорошо представляет. И я вам скажу, что он умно это делает, потому что он из бизнеса. Да. Творческим людям сложновато с этим. Вот. Дальше мы говорили опять об этом урбанистическом направлении, о том, как развивать бренд города, как он может повлиять на уровень, как бы, жизни в городе. Мы говорили о артмобильности, насколько это важно. Это, как бы, в первую очередь мы говорили о том, как делать международные проекты, как делать культурную дипломатию, так называемую, да, какие у нас уже есть ресурсы, мы наработали то, что у нас уже есть, чего нам не хватает. И у нас как бы такая сложилась картина того, что где-то там, ну, наверное, 60 человек со всей Украины не могут сказать за всех, но, в принципе, где-то такая картина нарисовалась, в которой мы работали уже в городе. Дальше мы рассматривали тоже альтернативное образование и говорили о том, как международные организации, которые работают в Украине, какие они предлагают свои практики, свои, ну, только что они, как бы, деньги дают, да, они предлагают, на самом деле, очень хороших экспертов, которые могут помочь сделать тот или иной проект уже более усовершенствованным, потому что со стороны всегда виднее, насколько оно хорошо работает. Вот. Наши, ну, то есть за всю эту нашу работу, вот, у нас очень мало потрачено денег, у нас очень много партнеров. Это очень радует. И в процессе этих двух лет мы практически поняли, что у нас очень маленький ресурс человеческий для того, чтобы делать большие проекты самостоятельные, и мы решили, что мы будем просто подключаться к разным проектам для того, чтобы их просто усиливать. Просто помогать ресурсам, помогать, помогать, как бы, обучать тому же менеджменту и каким-то образом, ну, как бы, мы с нашими партнерами так работаем, что, чтобы они получили больше, чем они могли бы это сделать без нас. Поэтому много очень проектов, много, как бы, как бы, партнерских проектов сделано, которые тоже из разных областей наших интересов. И наши школы, которые мы проводили, они были именно для того, чтобы помочь понять, понять, как делаются проекты. Если, ну, я не знаю, я, наверное, немножечко напишу, как бы, то, о чем мы говорим всегда, что мы делаем какое-то... Мы хотим что-то сделать, мы закатываем рукава, ищем партнеры и делаем. А нас, как бы, вот, никогда не интересовало, что же мы решаем тем, что мы сделали. Вот какой результат будет приносить то, что мы делаем. И для того, чтобы понимать четко, зачем мы это делаем и чем это все, как бы, обернется потом, мы должны сначала, как бы, понимать, что у нас есть какая-то проблема. Эта проблема не обязательно, что она может через культурный и художественный проект решиться. Это не обязательно, что мы можем справиться с этой проблемой. Но если мы не можем справиться с этой проблемой, она, на самом деле, просто у нас всегда будет стоять в приоритете. И мы можем тогда понимать, что нам нужно какой-то ресурс, или смотреть на это с другой стороны, либо понимать, что к этому нужно привлечь тех или иных стейк омблёк. То есть у нас она должна превратиться в порядок данной... Адженда... Ну, английский... Ну, это еще не... Распорядок? Распорядок, да, это распорядок. Кто же, кстати, у нас... То есть есть такое, что оно постоянно у вас есть, все ваши планы, они не надеваются. Эта проблема у нас всегда висит, мы ее... Повеска. 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 Если у нас есть, оно постоянно на повеске дня, мы всегда анализируем, ну, делаем, что, что бы мы там делали, и мы об этом всегда помним и начинаем думать разные варианты. То есть мы об этом говорим, и у нас появляется масса вариантов. Ну, креативных людей навсегда, так масса вариантов у вас всегда есть. И так, и так, и вы можете еще и звездой стать, да, вот вы по-разному можете. Ну, а если вот есть уже вот этот кусок работы сделан, когда у вас уже есть какие-то варианты, из чего выбрать, тогда вот нужно прийти уже какому-то человеку со стороны и рассказать, слушай, посмотри, что я придумал. И тогда у нас через вот таки, как бы, обратную связь, да, через обратную связь, мы можем выбрать какой-то один вариант, и под него уже понимать, что мы дальше каким делаем. То есть нам должен этот вариант как-то реализовываться. Ну, реализация у нас на самом деле всегда не быстрая, потому что реализовать что-то качественное нам нужно. там партнеры, а то я напишу вот эту флоту, стоит фолдеры, да. Ставим фолдеры, которые становятся у нас партнерами, которые становятся участниками, которые становятся бенефициарами, так, то есть все эти люди, которые будут в этом всем участвовать, и они же, они же должны понимать, что они решают эту проблему, что это не просто что-то там левой ногой написано, да, а вообще-то мы решаем проблему, но вам не скажем. То есть это должно быть, как бы, такое открытое понимание того, что мы идем к правильным ценностям, к правильным результатам. И в процессе того, как мы это все реализовываем, у нас нарабатывается так много разных материалов, которые у нас называются мониторингом английского. То есть у нас все, что мы наделали, мы должны постоянно отслеживать, решаясь ли нашу проблему. Нам нужно понимать, потом, ну, у нас должен быть материал для того, чтобы потом его проанализировать. Когда мы его проанализируем, когда мы это все проанализируем, мы поймем, как минимум, решилась проблема, если проблема не решилась, что нужно? Ну, так бывает. А теперь это не такое, это нормально. Здесь очень много какого-то есть. Его никто не бьет. Когда мы анализируем то, что мы наделали, мы как бы смотрим, мы правильно движемся или нет. И это не должно означать, что если нет какого-то конкретного результата, что это провальный проект, у нас уже есть результат, как минимум, негативный, что мы не так должны это все делать. То есть вариант выбран не тот, нужно по-новому делать. И вот это, как бы, вот дальше после анализа мы проходим назад наши проблемы, смотрим, что не решилось, мы продолжаем уже, как бы, более обдуманно, имея больше проанализированных вариантов, и таким образом делать какие-то шаги, которые будут более приближены той проблеме, решению этой проблемы, которую мы изначально для себя, ну, приняли, как самую, самую главную. На самом деле, ну, когда мы начинаем что-то делать, мы, как бы, ждем запрос с тобой или другого, или иного места, где есть эта проблема. Мы сами не мониторим. У нас нет социологов, у нас нет каких-то специально обученных людей, и мы просто ждем, когда мы говорят, послушайте, у нас есть вот такое, вы можете что-то с этим сделать? Мы вас приглашаем. Когда нас могут пригласить, мы можем приехать, сделать вместе, вместе с теми людьми, которые понимают свою проблему, сделать тот или иной проект. Вот на сегодня мы развиваем, как бы не развиваем, это мы уже взяли на себя, как бы, раз на стерео реализовать. У нас подписаны все, там, меморандумы, для того, чтобы передали нам реализацию проекта, который называется... Вексмаркет-рой. Это... Награждение. Ну, как-то, да, награждение. То есть, это, как бы, есть таких, пока что шесть конкурсов, которые, как бы, они, как бы, открыты на честь... На честь, на имя. Честь. Честь, да? Шести самых младших ребят, которые погибли на Майдане. Они занимались разными, как бы, они работали в разных, как бы, сферах. Просто есть и философы, и есть спортсмены, и так дальше. То есть, у нас, нам попался мальчик, который учился на дизайне, он был художником, и поэтому, как бы, к нам обратились, потому что у нас в этой области есть эксперты. И мы разработали сейчас проект, который будет маленькое... Ну, маленьком-маленьком селе, я уже рассказывала. Маленькое село, которое даже не станет сельского совета. Очень маленькое село, в котором мы разработали программу арт-резиденции. Программу арт-резиденции, которая, как бы, станет местом, где будет происходить именно проектирование села. То есть, кроме того, что будут приезжать художники, где-нибудь будут работать, конечно, с современным искусством, потому что нет мейзажа рисовать, как некоторые думают. Кроме этого, это будет такой центр коммуникации. Центр коммуникации, которая должна всегда привлекать много гостей. Когда будут гости приезжать, у нас есть такая ставка именно на традиционные такие культурные особенности западной Украины. Если от тебя приезжают иностранцы или гости, в доме должно быть идеально. Ну, то есть, должно быть красиво. Это стыдно, когда у тебя там бардак. На самом деле, в городе недалеко, 17 километров от города это село. Но туда дважды только в день едет автобус. Дорога разбитая, ужасно. Ужасно разбитая, она отходит на это. Знаете, осталась одна полоса, а остальное так просто отломалось. Чуть просто со временем так случилось. Это никого не волнует до тех пор, пока туда не начнут приезжать иностранные гости. Поэтому у нас есть ставка на то, чтобы подключить местные власти. Только на это есть ставка. И я думаю, что они согласятся. Местный бизнес мы уже подключили. Нам дают большое помещение красивое, все хорошо. Поэтому мы надеемся на то, что власть, они не против. На самом деле они не против, они даже все за. Как это будет дальше развиваться, мы уже видим этим летом. Если будут результаты, кому будет интересно, я думаю, что мы на страничке Конгресса это будем выкладывать. Если будете интересоваться такой темой, сможете увидеть наши первые результаты. Открывать мы резиденцию будем 2 июня. Поэтому где-то там уже в июле будут первые результаты. Будем понимать, что и как у нас все будет. Это уже у нас будет. Мониторинг уже будет проведен. Начнем анализировать. Где-то вот так мы планируем. Вот. Что у нас осталось? Осталось наш третий международный анализ. У нас были британцы в этот раз. И такая организация, не знаю, может вы знаете. Transition Generation, которая собирает тоже людей постсоветских стран. В возрасте где-то после 30-ти, которые еще родились в Советском Союзе. Выросли там. И как они себя чувствуют уже в новых условиях. Как бы это люди совсем из разных, как бы, совсем-совсем работают в разных сферах. Это и политики, это и художники. И они как бы все вместе приехали как бы в группа. И Transition Generation у нас была, как бы, такими, как бы, Центром, как бы, разговора о том, как мы можем изменять, как бы, общество. Как мы можем, каким образом наши, наш бэкграунд помогает или мешает. Что мы должны изменить. И, как бы, опыт очень интересный, потому что из разных абсолютно стран у нас есть моменты, которые мы можем ощупать общие в этом, как бы, в этом всем, как бы, разнообразии разных опыта. Вот разного опыта. К нам на этот же конгресс пришел наш министр. Он сказал, что, ну, как бы, может, вы знаете, у нас министр это актер, это, как бы, ведущий Майдана. Его, как бы, сначала такой политической волей поставили. Он сначала не знал, что делать. На самом деле, вы представляете себе, вот, любого из вас взяли сейчас. Да, как бы, в искусстве это вы все понимаете. А вот этих всех систем, вот, его взяли, так в кабинет посадили, такую уголку. И что он делает? Он начал, как бы, создавать вокруг себя вот таких активистов, с которыми он, как бы, общался. Потому что только с ними он может контактировать и понимать, что надо и что делать. У него тоже, как бы, просто представительские его 3-4 месяца, когда он первый раз побыл, как бы, никаких результатов, как бы, не было. Так, потом его сняли, поставили другого министра, ну, министерство культуры, я не знаю, как у вас, где у нас. Так, министерство культуры, это самое такое, слабое звено, как будто сливают кадры из разных министерств, которые, ну, где-то там провинились, или уже нужно ротацию сделать. Это не обязательно, чтобы были люди, которые четко понимают, какую-то там стратегию культуры, как бы это развивалось. То есть, работают там очень-очень случайные люди. И когда туда попали уже не случайные люди, они на самом деле не поняли, что с этим можно делать, потому что никто не интересовался никогда тем министерством, которое, как бы, оно очень мало, что дает негосударственным организациям, и поэтому, как бы, это уже второе пришествие нашего министра, оно, как бы, ознаменовалось тем, что он, как бы, такой тоже политический, это уже называется политимум, да, уже политическое море, он заключил меморандум с РПР Культура, это реанимационный пакет реформ, это, наверное, кто слышал, то есть это организация, которая тоже собралась из громадского сектора, все туда приходят, потому что они решают какие-то вопросы, формируют запрос в РАДУ, которую они, как бы, продвигают те или иные поправки либо законы. И вот Конгресс одна из организаций, которая в этот РПР входит, и мы, как бы, уже перешли с того момента, когда мы можем там просто махать руками, когда просто можем учиться один у другого, у нас нас собиралось очень много экспертов, очень много людей, с которыми можно нарабатывать конкретные какие-то механизмы, есть много опыта, и мы сейчас, как бы, уже перешли на тот этап адвокации культуры, которая уже реально работает. Пока у нас первая наша победа, это было, конечно, очень быстро принято, пока была возможность, много чего можно наработать, мы уже сейчас понимаем, это конкурсная система принятия на все должности в государственных институциях. На самом деле это большая победа, потому что этого не было, всегда все признаки, как бы, были назначены, назначены ты будешь здесь, ты будешь здесь, и все, и никаких, как бы, вопросов не было. Самый большой провал в этом законе в том, что никто не хочет быть директором и управленцем в этих государственных учреждениях. И самая большая проблема не в том, что закон не такой, все такое. Люди не хотят, потому что понимают, как они должны работать. Потому что реформа никакая не прошла, а только это первая такая птичка. Ну, начали с того, что как бы можно было, как бы, продвинуть, потому что остальное очень долго все решается. Ну, и сейчас рассматривают, уже на рассматривание выставили фонд культуры, который, не знаю, как он будет работать в таком, безденежном, так сказать, что там культура получает, я не знаю. Например, всю Украину получать большие деньги, ну, в принципе, нет, что такого распределять. Но сам закон, если он уже будет принят, уже будет, как бы, возможность туда привлекать какие-то деньги из разных источников. Из разных источников. Насчет той адвокации, которой мы, как бы, занимаемся в таком, как бы, локальном, я называю, что то, что мы делаем с государством, это очень локальный уровень. Потому что мы пока что делаем что-то такое, что, как бы, должно их научить понимать, что мы граждане и мы заказываем услугу. То, что, как бы, очень-очень туго проходит, все системы, они очень хорошо возобновляются, невозможно очень просто куда-нибудь пройти. Я понимаю, что это должно так быть, потому что, если каждый придет и скажет, я хочу вот так, так не должно быть. Но, в принципе, это сложно, но возможно, и поэтому мы этим занимаемся. На глобальном уровне, я называю, это то, что мы делаем везде, ну, в разных городах, с разными партнерами, и то, что самое главное, приносит какие-то результаты. И немножечко, у меня еще есть, наверное, минут 20? 20. Я думаю, что я успею. 20. 20 минут. Ну, самое главное то, чем я занимаюсь, я, ну, именно я, чем я занимаюсь в организации, я занимаюсь развитием направления арт-мобильности. Меня очень интересует, как бы, арт-резиденция как инструмент, именно каким образом вот эти, вот то, что последний, я рассказывала о проекте, который мы написали, как он будет все-таки реализовываться. Я много читаю о таких проектах за рубежом. Я приехала даже в Эссен и захотела, ну, как бы, уже, вот так взяла практически за плечи организатора ПАКТ Зольворейн и спросила его, а как вы понимаете, что оно работает? То есть программы классные, вас приезжают уже много лет иностранные художники, вы все работаете. Какие у вас есть результаты, вы можете, вы как их, ну, как бы, ищете? Никто нигде не пишет, какие результаты. Ну, вы можете мне сказать? Он говорит, ну, на самом деле, мы результаты, тоже мы делаем отчеты, потому что все работают, они работают на, это государственные, на государственные деньги, в принципе. И они говорят, что их результаты – это количество привезенных художников. На этом они делают отчеты. Местные, есть 15 семей, которые приходят туда с детками, слушают, работают, там, учатся и играют. Ну, это только 15 семей. То есть, если этот процент показывает, что это результат, они не лентабельны, с такой точки зрения. Но то, что они туда привозят иностранцев, и то, что маленький город Эссен становится, как бы, на карте мира, он уже там есть, как бы, толстый. И это постоянно, ну, каждый год происходят такие резиденции, кроме того, у них происходит, это не фестиваль, а формы, на которые они приглашают, как бы, мыслителей, которые что-то там придумывают. На самом деле, самое главное – это не результат, это активность и процесс. Потому что именно он поддерживает то состояние, которое есть, и может привести к развитию. Если есть сразу какой-то результат, это циферка, от которой ты должен расти куда-то. Да? Если ты упал, то уже минус. И для того, чтобы это все не сводить к цифрам, они, ну, в принципе, я считаю, что они, как бы, сделали это по-умному. То есть они сделали таким образом свои отчеты, чтобы было понятно, что они постоянно действуют. А постоянно действовать в условиях не бизнеса – это, наверное, сложно, да? То есть, на самом деле, это может быть кому-то неинтересно. Так как организаторы – они режиссер, режиссер театра, и его жена – актриса, и понятно, что им это все просто в кайф, потому что они постоянно, у них движение движут, и они, как бы, занимаются любимым делом, и одновременно еще и делают хорошее социальное, как бы, такое хорошее социальное действие. Я немножечко собирала такой самый интересный опыт арт-резиденции в мире. То, что меня очень, очень, как бы, поразило и очень мне понравилось – это первая резиденция в Тайване, которая называется «Chanlong Wetland», именно в этом месте производит 80% всех морепродуктов страны, и от этого, наверное, очень много мусора накапливается в городе. Для того, чтобы каким-то образом это порешать, экологические организации – это какой-то союз азиатских стран, они дают, как бы, грант на это все, они сделали очень классную школу для детей, которые, там, просто живут в этом городе. Эти дети, как бы, они, кроме того, что изучают английский, у них много именно экологического воспитания, и раз в год у них происходит такая, ну, как бы, резиденция для художников, который имеет работу с детьми. Самое, самое, самое приятное в этом всем – художник должен приехать, сделать такую инсталляцию, которая должна до следующего приезда художника природно уйти назад в землю, откуда взялась, туда и вылечили. То есть, и эти вот, все инсталляции, которые там сделаны, они из, ну, как бы, вторичные продукты, то есть то, что уже отработано, мусор, не мусор, но оно уже, как бы, ничему не нужно, ни на что не нужно, и из него делают такие инсталляции. Вот есть вот такая картиночка, где преждевременно просто упала одна из бутылочек, вот тех, которые были в самом начале, и собралась очень большая толпава волонтеров для того, чтобы его восстановить, потому что это уже было, как бы, в этом городе – это фишка, да, но постоянно там присутствует. Вот. Прекрасная инициатива двух образовательных, как бы, институций – это Кэмбриджский университет и есть Кэмбриджская школа искусств, которые сделали резиденцию, в которой, в принципе, люди больше создают смыслы. То есть не сами проекты, как то, что можно посмотреть или пощупать, а то, что можно услышать. Они созывают, во-первых, людей разных профессий и людей из разных стран, и они оговаривают одну или другую какую-то экологическую проблему. Из разных, из своих разных, как бы, областей люди смотрят на эту проблему. В принципе, так, ну, в Британии так, в принципе, работают какие-то там решения проблем, и именно так и происходит. То есть они оговаривают какую-то экологическую проблему для того, чтобы понять, как ее избежать в будущем. И из разных, как бы, из разных областей наук свои какие-то, как бы, составляющие приносят именно резиденты. И в результате они, как бы, делают такое, как бы, ну, открытие этих результатов, как бы, в большинстве случаев это больше, как бы, ну, это рассказы, это лекции, это какие-то, ну, образовательные программы. Как бы, более такие проекты, которые направлены на экономическое развитие стран. Это в Мексике два города, которые, как бы, как бы, они приглашают художников за денежки. Да, ну, нужно заплатить то, что ты там лишь проживаешь, кормить и любить, конечно, но ты должен приехать туда и изучать, изучать то, что в них происходит. Либо изучать в этом городе Пуэбло, изучать архитектуру, потому что там много постколониальной архитектуры, либо приезжать в Охаку, я понимаю, так оно читается, это где-то ближе к, pardon, границе, да, с Кехасом. То есть это маленький очень город, очень бедный, ну, такой самый ментуристический, который только есть, но там учат всем традиционным ремеслам. И там изготовляют краски, вы можете с собой там на себя наделать за две недели, наделать с собой пигментов, которые только из тех растений, которые там уже растут, можно добыть. В Португале это Испания. Испания тоже нетуристическая часть, очень бедная. Есть маленький город Комбо, еще меньше маленькая деревушка Вели, где также есть резиденции, в которых художники, ну, просто есть такие обязанности привлекать местных жителей. Они должны работать с контекстом. Я думаю, там лошадки, наверное, чьи-то из городов, которые там живут. И на самом деле, если вот такие маленькие, я смотрю, что она как бы работает, много лет уже работает, но люди, которые там живут, у них появляется какая-то возможность что-то заработать. Просто приезжают люди, их нужно поселить, их нужно накормить, и это какое-то движение, просто запускают люди там вместе. Ну, я не знаю, думаю, арестовали, как-то арестовали, вы слышали о нем? Ну, там. Да. Про Киевинкул. Про Киевинкул. Про Киевинкул. Про Киевинкул. Да, то есть, как бы, это... Ну, кто знает еще? Кто-то, вы знаете. То есть, как бы, это режиссер, да, режиссер такого гражданского театра, я назвала это так. То есть, он работает, вот если там, видите, Афганистан, Колумбия, Индия, Палестина и... Северная Ирландия. Северная Ирландия. То есть, самые проблемные точки, которые только могут быть, он со своим театром туда приезжает и делает такие акции, в которых люди могут себя почувствовать уже в процессе конфликта, чтобы понимать, насколько это сложно и надо ли им это. Ну, это с музеями. Если интересно, вы говорили, какие-то проекты с музеями, то есть, у нас есть тоже проект музея Виктории и Альберта, они просто открывают двери для резидентов, которые могут приезжать и всю их коллекцию использовать для того, чтобы на основе их делать какие-то новые инсталляции, новые произведения искусства, их презентуют там же. Но самое главное условие – ты работаешь в открытом пространстве, в открытой галереи, где куда-то люди. Они должны видеть, что ты здесь работаешь. То есть, приобрести какое-то непосредственное соприкасание с прекрасным. Такая вот идея. Про Бага Зеликаренко я рассказывала. Но это наша резиденция, в которой я выбрала участие. Называлась она «Над Богом». «Бог» – это название реки, которая течет в Винницах. Она как-то… Ну, на старинных картах она так и называется. Просто потом ее переименовали где-то уже в советское время. А сейчас вот говорили о том, что можно возвращать разные имена, потому что происходит декоммунизация. И вот наша проблема вот в этом всем была именно проблема декоммунизации. Люди не понимали, зачем меняют название их улиц. Им никто не сказал, их никто не спросил, сказали «Буден». И поэтому мы как бы решили, что вот именно таким проектом мы можем сделать диалог. Мы можем людей позвать, администрацию позвать, и пускай расскажут друг другу, что они думают. Это на самом деле был очень рискованный момент, потому что понятно, что это могли быть скандалы. Но случилось другое. Люди боялись, что это какая-то секта, потому что мы делали этот проект. Ну, вот это вначале зал, который был, это такая старая советская… Это кинотеатр был, да, старое советское здание. В этом кинотеатре вот это все-таки уже… Ну, либо выкуплено, либо в аренду на 50 лет сдано какому-то предпринимателю, который вот так все держал, но в зале, в который был кинозал, там собиралась какая-то из организаций религиозной, и люди подумали, если мы открыли там двери, то это тоже какая-то секта пришла, и очень осторожно к нам относились. Еще есть такой момент… Извините… Есть такой момент, что Ольгийница, Ольгийница, она как бы один из таких городов, которые наиболее развиты в таком проевропейском направлении, туда пригласили уже несколько лет назад, пригласили урбаниста-архитектора из Цюриха, и, конечно, много они сделали очень классных вещей, они там сделали… закрыли для машин, закрыли центр, в центре только транспорт ездит, который городской транспорт, и много хороших, хороших, очень хороших моментов сделали, но вот этот кусок, который занимает, это большой такой треугольник на карте города, практически центр, к нему даже нет пешеходных переходов, ну, удобный, пешеходных переходов, то есть вам можно перебежать дорогу, чтобы туда попасть, это раз. А во-вторых, его никаким образом не задумались о том, что в центре города можно что-то с этим сделать. Помещение просит в хорошем состоянии, в принципе, стены, окна, конечно, можно заменить, но мы там делали проект, просто все выменили, помыли пол, и вот стал вот такой зал прекрасный. Вот, то есть было всего-навсего 10 человек, ну, организаторы плюс волонтеры, которые пришли, и мы могли это сделать, то есть это можно сделать каждому. Мы хотели показать, что, в принципе, можно открывать эти двери, можно пользоваться, договариваться и делать то, что вам хочется, потому что то, что вам дают, вы не хотите, попробуйте организовать сами. Все, что осталось у нас после этой резиденции, такой результат, это был такой у нас урбанистический тоже проект был, с входа в кино, то есть лестница в кино, это было сделано на лестнице, которая там выстроена при входе в кинотеатр, сделали большой экран, просто дотянули его там белой тканью, которая может на улице стоять, туда проектировали фильмы. Пока было лето, ребята подхватили инициативу, продолжали ее, потом ветром ее сдуло, она много времени лежала, никому она была не нужна, но сама идея схода в кино, она осталась, либо сходи в кино, то есть оно такое двойственное, она осталась и как бы такая группа людей, продолжая реагировать лекции, они уже приглашают, не знаю, аниматоров приглашают, приглашают людей, которые именно по медиа могут делать какие-то воркшопы и презентации, и как бы и продолжают работать. Некоторые спрашивают, а вы еще приедете к нам сделать? А может вы сами? Ну, то есть как бы в принципе, что-то там чуть-чуть случилось, но это тоже хорошо, потому что мы работали всего 10 дней. Если бы это была постоянно действующая резиденция, я думаю, было бы результатов немного больше. Ну, там вот так сначала выглядело, поэтому мы просто открылись. В принципе, с этим все, а теперь немножечко… Почему Иона Франковск, потому что они… самое главное, что начали это делать бизнесмены. Молодые парни, которые занимались IT, они потом решили делать 23 ресторана, потом из этих 23 ресторанов они реализовали практически 5 в одном городе, в маленьком городе Франковске. После того, когда они уже там 5 ресторанчик открывали, они поняли, что-то сейчас здесь не так. В городе нет как бы спроса на их услуги. Они делают такие касачечки, знаете, с такими вот… такими бубочками, с такими разным… кофе разного там сорта и так далее. Нет этого как бы спроса, да? И они подумали, надо сначала сделать среду. И что мне как бы в этом всем как бы такое решение приняли, и это было еще на той моменте 2014 года, они огласили… такой проект назывался «Урбан Сонь». Собрали 100… Долларов? А? 200 долларов? Нет, по 1000. Они собрали 100 бизнесменов. Те, кто не попали туда, уже извините, нельзя. Но 100 бизнесменов стали таким как бы советом директоров. Те люди, которые так вложили деньги, на эти деньги открылся «Урбан Спайс». Это такой большой хаб вместе с рестораном и так далее, который зарабатывает деньги. И деньги, которые он зарабатывает, становятся бюджетом для решения на разные как бы городские проекты. В этих городских проектах берут участие как бы на конкурсе люди, которые в этом городе именно хотят что-то. Там поставить лавочку, сделать освещение, поменять вывески и так далее. То есть какие-то такие классные вещи, которые нужно было бы реализовать, но никому это не надо, потому что это как бы общее пространство, оно никому не надо. И уже два года они очень успешно работают, у них очень хорошие проекты начинаются, но у них есть еще арт-резиденция. И первая арт-резиденция, которая у них как бы произошла, это был конгресс призовальщиков. Не знаю, кто слышал, Павел Альтгаммер, польский акционист, он там вывозил свой конгресс и в Нью-Йорке, и в Киеве, и по-моему в Токио, ну то есть в столице. И он приезжает с этим конгрессом, маленький Иван Франковск. Все, все бегут, потому что не понимают, почему Франковск, что там. На самом деле он тоже очень хороший, как бы, хороший человек, скажем так, потому что его не приглашали за большие деньги. Их там довезли со своей командой, как бы, но сделали такой прецедент, с которого началось, в самом городе начались изменения. В городе уже сейчас думают о музее современного искусства, при том, что то современное искусство, которое происходило еще в 15-м году, вызвало целую бурю разных эмоций. Потому что, я не знаю, как, где, но в столицах еще более-менее к этому относятся. Ну, просто много есть тех, кому надо. А в маленьких городах это что-то такое сумасшедшим и нужное, и зачем оно, никто не понимает. Но люди против всегда находятся. Поэтому с этого проекта начались обсуждения именно того, что будет, если современное искусство появится в маленьком городе. Вот уже второй год, сейчас была еще одна резиденция, и сейчас они уже разговаривают о том, что должно быть отдельное помещение, отдельное место для того, чтобы был музей современного искусства. И во Франковске, я вам скажу, люди, которые знают о разных инициативах, приезжают в Украину. Ну, некоторые говорят, я в Львов уже не поеду, я поеду во Франковск. И это все сделал Дагмунист Юрий Филипп, который делает эти проекты, он вдохновитель, он не сам делает с командой, но он об этом постоянно рассказывает. Он всем об этом рассказывает. И самое главное в нашем, как бы, этом активизме, это делай и рассказывай. Делай и рассказывай. Если у вас есть какие-то вопросы, или, возможно, я что-то там очень скобом рассказала, вы можете, кто-то спрашивает. А крыло финансирование, то есть вы же не в государстве, да, вы не в каких-то инициативах? Да, это очень интересный вопрос. На самом деле, у нас нет постоянного финансирования, мы работаем, я говорю так честно, наш самый главный офис – это чат в Фейсбуке. У нас очень много таких интересных активистов, поэтому это не что-то. Только тогда, когда мы организовываем какие-то мероприятия, мы тогда уже ищем партнеров. Нас часто поддерживают либо Георгий институт, либо British Council, то есть те организации, которые в Украине работают, как бы, на поддержку культурных организаций. Но, может, эта резиденция, она у вас, ну, действительно, какой-то прибыль от Фейсбука и там все это будет? Прибыль сначала не будет нести, это такой длинный, как бы, проект. На самом деле, сначала мы хотим, в принципе, привлечь, как бы, финансирование для того, чтобы запустить ее, да. А дальше вот это будет, каждый год будет конкурс и будет стипендия на пребывание в этой резиденции. Но в процессе года мы будем, как бы, в будущем будем предлагать людям за какой-то там, не знаю, внесок? Взнос. Взнос, да, за небольшой взнос, как бы, в фонд этой резиденции для того, чтобы стипендии были вот это доделать. Возможно, мы там сможем сделать такой небольшой, небольшую, небольшую мастерскую, где смогут люди развивать свои креативные индустрии, да, так, социальный бизнес? Да, да, да. Но это пока что только через год, когда она, в принципе, станет уже какой-то институцией, потому что до этого это все не может никак приносить ничего. Я думаю, что можно, наверное, переплыть на кофе и там продолжать беседу. Так что на самом деле, говорите, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.